Приветствую, друзья, с вами на связи Кухар Богдан. Записал для вас очередное видео о технической стороне 1С-предприятия. Речь сегодня пойдет о Linux и 1С-8.3, так как данная тема довольно актуальна. Сегодня многие компании хотят сэкономить на программном обеспечении, особенно учитывая, конечно, стоимость перехода на клиент-серверный вариант работы 1С. Здесь экономия на Linux довольно ощутима. Увы, конечно, ничто не стоит на месте, и даже, казалось бы, уже простая установка 1С-8.3.12 на Ubuntu 16.04 и LTS уже отличается от установки более старых релизов, как и платформ 1С, так и самой операционной системы Ubuntu. Вследствие чего уроки быстро теряют свою актуальность и приходится регулярно обновлять материалы. К примеру, те первые уроки, которые вы можете найти у меня на канале, посвященные теме Linux и 1С, точнее, установки и настройки 1С-перприятия на эту ось, уже понемногу теряют свою актуальность. Так как установка происходит несколько иначе, имеется в виду 1С-перприятие на эту ось, и польза вот таких старых уроков, конечно, падает. Собственно, по этой причине решил записать несколько видеоуроков, а также написать несколько статей о теме Linux и 1С-8.3, сегодняшние релизы. Также будем использовать новые операционные системы Linux, Linux Ubuntu. Уверен, новичкам тема окажется довольно нужной. Что ж, пожалуй, начнем, друзья. Мы из установки 1С-перприятия 8.3.12 и релиз 15.29, 32-разрядный, на 32-разрядную ось Ubuntu 16.04 LTS, десктопная версия. Так как данный релиз операционной системы Linux используется намного чаще, чем другие, и поэтому в первую очередь мы установим и настроим 1С-ку именно на эту ось. Итак, что нам нужно в первую очередь, друзья? Конечно, нам нужно скачать установочные пакеты для Ubuntu, дип-пакеты так называемые, для того, чтобы мы смогли с вами установить 1С-перприятия на эту ось. Где их брать, конечно, друзья, в первую очередь? Рекомендую оформить ETS-подписку на обновление вашей 1С. Собственно, так вы сможете без каких-либо проблем получать новые пакеты, то есть вы сможете их скачивать на сайте поддержки пользователей. Сайт 1С-в8-юзерс. Вот эта страничка, вот этот URL-адрес. Кликаете «Скачать обновление» по ссылке, вводите свой логин и пароль и получаете доступ к нужным установочным пакетам, обновлениям 1С-перприятия и новым дип-пакетам для установки 1С на Ubuntu. Что нужно скачать, друзья? В первую очередь, друзья, нужно, конечно же, скачать пакет для сервера и для клиента, так как это было и в старых релизах. То есть, чтобы установить программу «Клиент 1С-предприятия», мы должны предварительно установить сервер и только потом устанавливать программу «Клиент». Тонкий и толстый клиент для 1С-ки. Иначе вы просто не сможете установить программу «Клиент». То есть, есть зависимость от пакетов серверных у нашего клиента 1С. Сервер 1С мы можем устанавливать спокойно без клиента. А вот сделать наоборот, то есть установить программу «Клиент», тонкий и толстый клиент имеется в виду 1С, мы не можем это сделать, если у нас не установлен предварительно сервер 1С. Вот такая до сих пор существует зависимость. Однако установка стала намного проще. И сейчас вы в этом сами сможете убедиться. Что нужно сделать? В первую очередь, друзья, нужно рассортировать наши пакеты, которые имеют отношение к клиенту и которые, собственно, составляют у нас сервер 1С. Рекомендую создать две папки, два каталога. К примеру, 1С-клиент, так как это сделал я в домашней директории. Домашняя папка пользователя. 1С-клиент и 1С-сервер. В 1С-сервер мы помещаем 7 пакетов, которые имеют отношение к серверу 1С. Вот название этих пакетов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Обращу ваше внимание, что пакеты клиента должны строго отвечать серверу, если вы планируете, к примеру, клиент-серверный вариант работы в 1С на Linux. То есть, 8, 3, 12, 15, 29 клиент и 8, 3, 12, 15, 29 у вас должен быть сервер. Релизы полностью должны быть идентичны. То есть, сервер и клиент 1С-предприятия. Так, вернемся обратно в домашнюю и клиент. Вот видите, 4 пакета. Это клиент, который мы должны установить на Ubuntu. Пакет, кстати, NLC, это языковый пакет. То есть, он есть необязательный для того, чтобы у вас работала 1С-ка. Вот эти два пакета. Но рекомендуется также их устанавливать. Все равно, даже если у вас русскоязычная версия Ubuntu. Она никак не повредит текущей вашей локали. Так что эти два пакета также можно устанавливать. Итак, на время закрываем файловый менеджер. После упаковки наших пакетов по каталогам. Закрываем и запускаем терминал. Все будем делать при помощи терминала, как и всегда. Что быстрее и более всего правильнее. Итак, запустился терминал. Ctrl-Alt-T. Кто не в курсе сочетания клавиш. Чтобы быстро вызвать терминал. Что нам нужно сделать? В первую очередь, друзья, мы откроем каталог, где у нас лежат пакеты нашего сервера. Так как в первую очередь мы устанавливаем именно сервер. Пользователь. И я разместил в пакеты в папке 1s-сервер. Перейдем в этот каталог. Перешли успешно. И теперь установим полностью все содержимое. Все пакеты, которые там находятся в этой папке, в этой директории. При помощи команды sudo. Многим уже знакома. DPKitch. Так, звездочка. Кликаем Enter. Пароль sudo. Так, идет установка нашего сервера. Так, отлично. Сервер у нас успешно установлен. Теперь пришла очередь установить нашу программу клиент. Для этого мы все так же переходим в каталог CD. Кухар Богдан. Только 1s-клиент. У нас уже каталог называется по-другому. Там клиентские пакеты я упаковал. Кликаем Enter. Отлично. Мы оказались в каталоге 1s-клиент. Установим также все пакеты. Все содержимое, что есть в этом каталоге. sudo.dpKitch. Аргумент E. И все дип-пакеты. Кликаем Enter. Идет установка. Сейчас, конечно, мы также получим ошибку. Ошибка зависимости. Но исправляется она довольно просто. sudo. appget install. аргумент F install. Кликаем Enter. Отлично. Также теперь, друзья, установим дополнительный пакет. libgsf1.114. Он уже нужен для того, чтобы наша программа клиент работала. appget install. 114-кликаем Enter. Отлично. И еще установим шрифты Microsoft на Ubuntu. Иначе 1s-ка будет ругаться, будет просить и говорить, что эти шрифты не установлены для работы в 1s. 1s-ка, как помним, писалась все-таки под Windows. И лучше всего она работает именно там. Но, тем не менее, мы можем заставить ее работать и на Linux. MS Core Fonts. Итак, кликаем Enter. В данном случае, друзья, этот пакет у меня уже установлен, как и предыдущий. Поэтому вы не можете видеть сейчас окно, которое требует согласиться с лицензионным соглашением, собственно. Но, тем не менее, мы только что с вами благополучно установили 1s предприятие. Так как, видите, теперь установка 1s происходит намного быстрее и проще. Так как нам не приходится пересобирать пакеты, долго устанавливать дополнительные приложения, которые нужны для корректной работы 1s. Все сводится к установке MS Core Fonts Installer и пакета Lib.jsf. Все остальное уже присутствует и все довольно просто. Итак, давайте искать 1s в поиске приложений. Ну вот, 1s Enterprise. Как видите, все отлично. 1s предприятие у нас работает. Мы смогли ее установить довольно быстро. То есть, можно тут же начинать работу, если у вас программная лицензия. Если лицензия у вас аппаратная, тогда дополнительно вам нужно будет пройти вот по этой ссылке. Сейчас вы ее увидите на своих экранах. Итак, друзья, вот ссылка, которая вам нужна для того, чтобы вы смогли установить HASP на Ubuntu 16.04. И, собственно, после перезагрузки вставляете ключ. И, соответственно, 1s обнаружит ключ защиты. Иначе вы не сможете запустить 1s на аппаратной защите. Что еще хочу сказать, друзья. Смотрите, если вы сейчас пройдете по адресу kuharabogdan.com, Кликнув по метке, к примеру, чтобы долго не искать 1s и Linux. Вот эта метка 1s на Linux. Вы тут же найдете соответствующую статью. То есть, 1s установка 1s.8.3.12.15.29 на Linux Ubuntu 16.04. То есть, здесь все подробно написано. Здесь же вы можете просто брать и копировать команды, Чтобы долго не писать их для того, чтобы установить 1s в предприятии. То есть, возможно, так вам будет проще устанавливать вашу 1s на Ubuntu. Ну что ж, друзья, а на этом я закончу, пожалуй, данное видео. Ждите, скоро будут дополнения. Еще несколько подобных видеороликов планирую записать на тему Linux и 1s. Так как многие вещи действительно обновились, И у новичков могут возникнуть некоторые проблемы с установкой 1s на Linux. Что ж, друзья, с вами был Кухар Богдан. Всем пока.